Добрый вечер, добро пожаловать на шоу Такера Карлсона. За последние 14 месяцев вы слышали две вещи о конфликте на Украине. Во-первых, это борьба за национальный суверенитет. Это не прокси-битва между сверхдержавами. Россия вторглась на Украину, это аморально. Соединенные Штаты поддерживают Украину, потому что мы поддерживаем демократию, но сами США не воюют с Россией. Это война Украины. Во-вторых, мы снова и снова слышим, что Украина побеждает. Украинцы — храбрые и благородные. Русские — злые и некомпетентные. Украинцы бьют русских. В конце концов, их победа неизбежна. Вы хорошо знакомы с этими пунктами, потому что слышите их каждый день, начиная с февраля прошлого года. Вы слышали, как их повторял каждый чиновник в Соединенных Штатах, Пентагон, Белый Дом, лидеры обеих партий в Конгрессе, топ-менеджеры и знаменитости. Но чаще всего вы слышали их практически от каждого источника наших национальных средств массовой информации. Это две основные темы конфликта на Украине. И обе они — ложь. Мы знаем, что это ложь, потому что в конце прошлой недели в социальных сетях начали появляться утечки информации. Слайды брифингов, подготовленные правительством США, начинают появляться, среди прочего, в Твиттере. И слайд показывает, что на самом деле это не война Украины. Это наша война. Соединенные Штаты являются непосредственным участником войны против России. Пока мы говорим, американские солдаты сражаются с русскими. Так что это не региональный конфликт. Это горячая война между двумя основными ядерными сверхдержавами на Земле. И все же эта война никогда официально не объявлялась, она не была санкционирована Конгрессом. Так что это нарушение американского законодательства, это преступление. Во-вторых, из этих слайдов мы узнаем, что несмотря на прямое участие США, Украина проигрывает. На каждого убитого русского приходится семь украинцев. Украинское ПВО полностью деградировало. Украина проигрывает. Администрация Байдена прекрасно это понимает, они в панике. Но они солгали об этом факте общественности. Всего две недели назад, например, министр обороны Ллойд Остин заявил Сенату, что российская военная мощь, цитата, «ослабевает». Другими словами, Россия проигрывает войну. Это ложь. Он знал, что это ложь, но повторил это перед Конгрессом. Это преступление. Но Ллойд Остин не был арестован. Вместо этого, единственный человек, которого взяли под стражу, это 21-летний военнослужащий национальной гвардии из штата Массачусетс, который слил слайды, показывающие, что Ллойд Остин лгал. Он раскрыл преступление, а следовательно, он преступник. Так работает Вашингтон. Говорить правду — единственный настоящий грех. Наши СМИ существуют и имеют конституционную защиту именно для того, чтобы дать отпор такому извращенному стандарту. Их единственная работа — говорить правду. И тем не менее, СМИ празднуют поимку ребенка, который рассказал американцам, что на самом деле происходит на Украине. Они обращаются с ним, как с Бен Ладеном, может быть, даже хуже. Потому что, в отличие от Аль-Каиды, этот парень явно расист. Вот CNN. Вашингтон-Пост сделала обзор видеозаписи подозреваемого, выкрикивающего расовые и антисемитские оскорбления. Опасен ли этот человек? Этот гвардеец, которого взяли под стражу, говорил, что он увлекается оружием, был на стрельбище, очевидно, он военный. И он значительная фигура. У него есть доступ к такого рода информации, что делает его еще значительнее. Этот человек думает, что знает лучше других, думает, что он умнее всех остальных. Это 21-летний мужчина. Его описывают как любители оружия. По некоторым описаниям, это человек со стремлением к власти. Итак, этот 21-летний военнослужащий национальной гвардии не является разоблачителем, поясняет канал CNN, с помощью нанятых им в качестве аналитиков сотрудников разведки. Нет, он не разоблачитель. Он преступник. Потому что он, в отличие от нашего правительства, цитата, «жаждет власти». И поскольку этот 21-летний парень так жаждет власти, федеральные правоохранительные органы задержали его с невиданной скоростью и эффективностью. Он был настолько опасен. Имейте в виду, мы до сих пор не знаем, откуда у Джеффри Эпштейна сотни миллионов долларов. Мы понятия не имеем. Мы также не знаем, чем он зарабатывал на жизнь. Мы не знаем, кто оставил две самодельные бомбы на Капитолийском холме. 6 января. Мы не знаем, кто слил решение Верховного Суда об отмене дела Роу против Войда. Мы даже не можем точно сказать, кто убил президента США. Потому что спустя 60 лет администрация Байдена по-прежнему скрывает тысячи страниц секретных документов об убийстве Кеннеди. Как и более миллиарда других секретных документов. Но сегодня мы можем точно сказать, кто поставил в неловкое положение Торио Нулэнд и Джо Байдена. И этот ребенок сядет в тюрьму очень надолго. Это стандарт, с которым согласны СМИ. Посмотрите на этот замечательный диалог между пресс-корпусом Белого дома и представителем Байдена Джоном Кирби. Без подтверждения достоверности документов эта информация не для общественного достояния. Ей нет места, если позволите так выразиться, на первых страницах газет или на телевидении. Она не предназначена для общественного потребления, и ее там быть не должно. Итак, тот факт, что американские солдаты воюют с российскими солдатами на территории Украины не для общественного достояния. Тот факт, что страна, которую мы поддерживаем и вместе с которой сражаемся, проигрывает не имеет отношения к общественному достоянию. Вы не имеете права знать, что ваше правительство делает от вашего имени с вашими налогами и с будущим ваших детей и внуков заткнитесь и перестаньте задавать уместные вопросы. «Хорошо, сказали СМИ!» И если вы действительно хотите расстройство желудка, возьмите транскрипцию сегодняшнего брифинга в Пентагоне, где репортеры задавали вопросы типа «что мы собираемся сделать, чтобы сохранить такую информацию в секрете в будущем?» Ни одного вопроса по существу. «Мы напрямую воюем против России, правда?» «Разве не у них крупнейший в мире арсенал ядерного оружия?» «Ничего по существу, как нам помочь вам сохранить это втайне?» Вот что спрашивали. И СМИ скрывают не только суть истории, не того, кто ее слил, а то, что было слито. Они скрывают преступления, совершенные для того, чтобы вы получили эту информацию. Администрация использовала незаконные методы, чтобы идентифицировать этого парня с помощью Вашингтон-Пост и Нью-Йорк Таймс, которые являются ее сообщниками. Они не обвиняют правительство, они помогают им скрывать от воздействия правительства. Газета Вашингтон-Пост сообщила, что получила некоторые из секретных документов, которыми обладал источник. Цитата. В Вашингтон-Пост также просмотрела около 300 фотографий секретных документов, большинство из которых не были обнародованы. Говорят, что некоторые из текстовых документов записал автор утечки. Итак, у нас тут две проблемы. Если просматривать эти документы незаконно, если у вас нет допуска, как Вашингтон-Пост может делать это законно? У них нет допуска, ну, очевидно, документы, предоставленные им разведкой США, с которой они работают. Но большая проблема в том, что в так называемой демократии эта информация доступна общественности. Вы не можете безнаказанно лгать о вещах, которые ставят под угрозу наше общее будущее, и вы, конечно, не должны делать это с помощью средств массовой информации. Средства массовой информации должны информировать вас о том, что делает ваше правительство. Но вместо этого они неустанно работают над тем, чтобы лгать вам от имени своих хозяев в Вашингтоне. Кстати, буквально на прошлой неделе планировалось солгать еще больше и обвинить в этом Россию. Цитата. «Вероятно, за утечкой секретных американских военных документов, которые содержат снимок военных действий на Украине месячной давности, стоят российские или пророссийские элементы». Сообщили агентству Reuters три американских чиновника. Правда? Кто эти чиновники, солгавшие Reuters? И Reuters, конечно же, послушно перепечатал их ложь, как и всегда. Информационные агентства печатают то, что велит разведка, независимо от того, насколько это нелепо. Независимо от того, сколько достоинства и самоуважения они теряют. Итак, сейчас с этим парнем происходит то, что происходит со всеми, кто противоречит государству национальной безопасности и их покорным слугам в СМИ. Вы отправляетесь в тюрьму, чтобы СМИ продолжали лгать вам. Вот, например, MSNBC, уверяющий своих зрителей, и что все в порядке. Чего русские не понимали, так это того, что они идут в логово льва. Как мы сказали бы в армии, это умножение силы сделало украинскую армию буквально непобедимой. Они побеждают. Россия проиграет войну. Все до единого подтверждают слова Малкольма. Они выиграют эту войну. Вопрос только в том, когда. 14 месяцев. Они в один голос говорят вам, что победа Украины неизбежна, в основном благодаря моральной силе. Но в то же время вам нужно отправить Украине еще десятки или сотни миллиардов долларов в виде передовых систем вооружений, чтобы спасти их от поражения. Что они скажут теперь, когда мы знаем, что они солгали не только правительство США, но и американские СМИ? КОНЕЦ Продолжение следует...